Привет, друзья! Вы на канале Вали Нейлс, и сегодня у нас будет необычное видео. Я вам покажу вот такое орудие труда, называется оно Непросыпайка. Это такая коробочка, в ней два лоточка, или даже можно сказать совочка, которые достаются когда нужно. И сейчас покажу, какие нам материалы еще понадобятся. Дабы показать Непросыпайку в действии, мне понадобятся вот такие вот блестки. Голографический блеск от серебра, он такой вот меленький идет. А шиммер в магии блеска идет чуточку покрупнее, и мне кажется, даже он побольше переживает. Магию блеска я перемешивала с базой и делала клиентке что-то типа выравнивания. Очень красиво получилось. И также вот, допустим, с голографическим блеском круто получается делать растяжку по липкому слою. Еще классно получается делать именно на липкий слой, как бы типа что-то втирки. Но чаще всего этот голографический блеск я втираю либо на липкий слой цветника, потому что можно где-то не прокрасить, допустим, и будет просвечивать именно цвет кожи человека. Но так как я вам буду показывать, как сделать дизайн именно с вот этой штучкой Непросыпайкой, то поэтому мы будем делать все по правилам. И сначала мы нанесем на ноготь средний слой. Средний, девочки, услышите меня, слой топа. Немного должно быть, не мало, а именно средний слой. Берем наши блестки. В данном случае у меня магия блеска номер 5. И присыпаем. Либо из баночки можно посыпать наш топ не просохший, не заполимеризованный, либо можно использовать пушер, либо же даже типсы. В общем, можете использовать что захотите, лишь бы было удобно, чем зачерпнуть наш магический блеск. Дальше отправляем полимеризоваться в лампу наш ноготок. Минуту полимеризуем, потом можно вот такой мягкой кистью убрать лишний материал. И отправляем сушиться ноготок еще раз. Делаем мы это для того, чтобы все хорошо просохло. Потому что если вы не досушите сие чудо, тогда у вас просто все может облезть либо пленкой, либо просто с торца у вас сотрется. А это нам не нужно, поэтому, в общем-то, знаете, сушим очень хорошо. Теперь я взяла помол чуточку поменьше. И смотрите, чем меньше помол, тем тоньше слой у нас должен быть. Потому что если будет толстый слой, то тогда у вас один слой блесток утонет в топе, а второй слой блесток как бы останется поверх. И, в общем, что-то не пойми, что получится. Поэтому главное не переборщить с топом. Наносим такой довольно-таки не сильно толстый слой. Самое интересное то, что сейчас в комментариях, наверное, много кто будет советовать и говорить, что можно на цвет нанести такой дизайн. Я на цвет не пробовала, девчонки. Я сразу же на топ наношу. Поэтому, в общем-то, я ручаюсь, что именно на топе у меня носится такой дизайн нормально. Я именно на себе экспериментировала на большом ногте. Большой ноготь у меня рабочий. А также я работаю в перчатках. Я думала, что облезет такой дизайн и будет очень некрасиво. У меня три недели выглядел он очень даже прилично, этот дизайн. Так что, в общем-то, имейте в виду, что именно на топ я проверяла. На этом, пожалуй, все. Я думаю, вам понравился такой дизайн, потому что он мега быстрый и скоростной. Также он носится нормально. Если сделать его, конечно же, нормально. Ну и, конечно же, не забывайте подписаться на канал, потому что я каждый день для вас выставляю новые видео. Спасибо за просмотр. Пока-пока.